Она так плохо спала, ей все время снился этот пожар. И, конечно, она испытывает чувство вины, что она не смогла ничем помочь. Крики отчаяния взрослых и плач детей дочери Анны Гевленко еще долго будут сниться в кошмарах. 17-летняя девочка – стихийный мемориал в память о погибших в Зимней Вишне – уже третьи сутки обходит стороной. Как и само место трагедии. Мама чудом выжившей девочки рассказывает, в торговый центр ее дочь вместе с парнем отправились за продуктами. О том, что огонь охватил здание, они узнали только по запаху гари. Реагировать пришлось быстро, спасая не только себя, но и всех, кто попадался на пути. Они еще обнаружили двух ребятишек. Она схватила этих детей, там где-то 6-7-летняя девочка-мальчик. Она побежала выводить этих ребятишек. Друг ее остался также на третьем этаже помогать эвакуировать колясочников, инвалидов. Сегодня, когда она пришла сюда, к мемориалу, она встретила эту девочку. Она увидела, что она с папой. Девочка ее узнала, они обнялись, она поблагодарила. Я очень счастлива, что у меня ребенок выжил. И я крайне сочувствую тем, у кого это горе произошло. Я знаю, что такое потерять ребенка, поэтому я крайне им сочувствую, обнимаю их, передаю свое тепло. Свое тепло родным супруги Никулины уже третьи сутки передают только в молитвах. Их 10-летний сын вместе с бабушкой и тетей в списках пропавших без вести. В то черное воскресенье глава семьи Андрей отвез их в кинотеатр. Но уже спустя 20 минут мужчина, прикрываясь мокрой шапкой сквозь огонь и дым, прорывался к родственникам, которые оказались заперты в горящем кинозале. Мы общались сначала с сестрой, потом до последнего. Потом она уже крикнула последнего. Все, нам материться не будем, нам плохо, хана. Все, потом она пропала. Последнее мы с матерью общались. Она говорила, что Женя, ну это у бишь сестра, уже все, Женю мы потеряли. На заднем плане крик-крик, слышался сына. И вот мать говорила, что двери заблокируют, но мы выйти не можем, мы горим и все. Мы звонили, звонили, то есть телефоны включены были, но уже трубки никто не брал. Седьмая школа стала ежедневным пристанищем для всех кемровчан, кого так или иначе коснулась трагедия в Зимней Вишне. С надеждой не увидеть в списках погибших родные имена, семьи подходят к этой стене. И у всех в головах звучат голоса их детей, которые звонили из кинотеатра. За несколько секунд он превратился в огненную ловушку. У меня, говорю, там была племянница, она позвонила своей бабушке и сказала о том, что они не могут дышать, они не могут выйти, они закрыты. Откуда они могут выйти? Из зала. Из зала зрительного, их заперли снаружи. Мы закрыты, мы не можем выйти. Дверь единственный выход, железный, выбить ее даже мужчины не смогли. Очевидцы, которые смогли спастись от бушующего пламени, рассказывают, ни пожарная сигнализация, ни система тушения не сработали. Оксана Соколова в момент пожара проходила стажировку в мебельном салоне. Сейчас вспоминает, сначала она увидела волну поднимающейся паники. Это в 4 часа дня. Сначала началась паника, мы подумали, в детском мире что-то украли. Подумали, что побежали охранники, продавцы, а потом буквально минут через 5-7 к нам в салон дым повалил. Мы по эскалатору успели спуститься в течение, наверное, 5 минут. И когда мы стояли уже здесь, на третьем этаже уже с окна валил огонь, прям красно-оранжевый. Это, наверное, был уже наш салон. Сидели очень много детей в кинотеатрах, и двери были заблокированы, никто не мог выбраться. В основном были дети, а не взрослые. Общие горе сплотило весь город. Импровизированный мемориал в память о погибших в пожаре людях. Кемеровчане соорудили рядом со сгоревшим зданием торгово-развлекательного комплекса. Спустя несколько дней после трагедии, эта небольшая площадка полна людьми. Сюда до сих пор люди приносят мягкие игрушки, воздушные шары, возлагают цветы. Кто-то приносит даже иконы и зажигают свечи. Где-то виднеются таблички с надписью «Дети, простите». Сплотились кемеровчане и на вторые сутки после трагедии. Около пяти тысяч местных жителей вышли на стихийный митинг к зданию городской администрации. Для многих протестная акция – повод добиться от властей правды. Почему не уберегли людей? Сергей Агарков вышел на митинг с женой. В руках они держат портреты погибших. 68-летняя Надежда Васильевна, Маше 10 лет и 8-летнего Кости. Бабушка повела их в кино по случаю начала весенних каникул. Все трое погибли. Костя, Костенька мой, он был необгоревший. Он просто где-то убежал, задохнулся. Мама, мама, она где-то была в очаге. У дочки, я опоздал ее по ботиночкам, и все было целиком. То есть люди выходили, но все было почему-то закрыто. Поток людей к мемориалу не прекращается и сейчас. Идут ночью, утром, по пути с работы. Просто идут, потому что не могут иначе. Не могут скрывать скорби и слез. Если представить, как умирают дети в закрытом зале, я не знаю, это боль, по-моему, у каждого человека. Виктория Столярова, Александр Тропин. Новости ТВК Кемерово.